Всем привет, друзья! Меня зовут Станислав Морозов, или как нас называют в Карамайской администрации города Пенза Которжане, те, кто отрабатывают обязательные часы Вот, остается у меня все меньше-меньше часов, все уже прям на подходе, да, буквально, не знаю, числа, наверное, 11-12 я заканчиваю И, наконец-то, смогу с новыми силами, да, вернуться к вам, да, и делиться с вами какими-то своими впечатлениями Даже не верится, что 240 часов вот так вот прошли, если честно, я заколебался вот это, косить все это говно Вот, не знаю, что там ребят косят, пока сменились, ну, вот, но это жесть, короче, с какого? 6 июня я практически без выходных кашу и кашу траву Ладно, это обращаясь к тем, да, кто вынес мне такой приговор 240 часов, думали, что я стану лучше, но нет Спустя, да, эти 240 практически часов больше Путина и путинскую власть я любить не стал Ладно, пока что время есть, да, там, пока моя сменка не пришла, хотел бы с вами поделиться некоторыми новостями Да, есть хорошие новости, новости о том, что сериал Капо мы сегодня продолжаем снимать Я надеюсь, что как раз-таки до конца моей отработки мы успеем отснять все, ну, точнее, основные сцены уже отсняты Остались там некоторые подсъемки, то есть основные подсъемки мы уже закончим И, не знаю, запускать я его буду, наверное, не то что числа, да, наверное, месяца октябрь-декабрь Где-то так Кто не знает про что сериал, то начинал я его снимать еще 23 февраля 2022 года Как раз за день до начала, сами знаете, чего Вот, и в связи с тем, что дальше стало опасно, да, я начал растягивать-растягивать съемки Поскольку следил за ситуацией, потом еще началась эта мобилизация Вот, и сейчас мы, получается, сегодня, возможно, сегодня, завтра уже доснимем основные, да, какие-то вот эти вот подсъемки И там остается совсем чуть-чуть Короче говоря, сериал про пытки в наших российских тюрьмах и в отделах МВД Я, наконец-то, разблокировал фаблик во Вконтакте, который у меня заблокировали Причем заблокировали больше, чем на месяц Говорили, что я там не являюсь администратором, что сообщество было создано другими людьми Хотя я его создавал, ну, в итоге мне удалось добиться, да, справедливости Мне его разблокировали Также у меня есть канал в Телеграме, также туда заходите, подписывайтесь Мы сколько отсняли? 12 серий, то есть будет 12-серийный сериал И концепция самого сериала, конечно же, немного поменялась Поскольку были некоторые недоговоренности с моими актерами И один актер сейчас находится где-то вот, просто пропал, да, со связи Его посадили, по-моему, в Лефортовское СИЗО Извиняюсь, рука устала Вот, ну это ладно, это потом более подробно уже как-нибудь в других роликах Ну а теперь, да, к таким новостям, которые, в принципе, они страшные И которые меня, да, ну, ничем не удивили Алексею Навальному дали 19 лет колонии особого аша режима, да, за 6 эпизодов по экстремизму Но я все-таки надеюсь, да, как еще Илья Яшин, признанный инагентом, экстремистом, террористом Называйте, как хотите, говорили, которому дали 9 лет, да, говорил, что Ну, вряд ли столько режим вообще просуществует Ну это ладно, я просто цитирую его слова Дальше, соратником покойного Максима Марцинкевич Ну, здесь тоже мы не были свидетелями, да, не были там, да, когда его либо убивали Либо он сам покончил жизнь самоубийством Либо довели до самоубийства Для меня это все равносильно Для меня это в любом случае убийство со стороны этого режима Так вот, его соратникам, да, также вынесли приговор от 8 до 15 лет лишения свободы в колониях строгого режима Даже не особого, как у Алексея Навального, кто не знает особо это, да, более тяжко, извиняюсь, мне что-то пришло В общем, за убийства, которые им вменяют якобы, которые происходили еще там в 2000-х годах Сначала они якобы двух человек убили, потом еще двух За что, да, и пытали Максима Марцинкевича И, вероятнее всего, да, как, с чем согласен и организатор движения Я просто не знаю, как сейчас сформулировать, чтобы самому не попасть под очередную статью В общем, ГУЛАГу нет Скорее всего, признанным в России также инагентом, там, и экстремистом, и террористом Вот один важный момент вспомнил, да, пока здесь хожу Этому Мохину, тоже схопинский маньяк, который удерживал девочек у себя в подвале Самооборудованном специально для того, чтобы там содержать, как это, в пленении, да, правильно называть Девочек, именно девочек, да, несовершеннолетних Одной из них, по-моему, было всего 14 лет На протяжении 4 лет, которых он насиловал Одна из них делала аборт Ему дали на тот момент всего 17 лет Строгого режима Потом он вышел, потом опять совершил какое-то преступление Он там скрыл то, что его какой-то друг где-то там кого-то убил Он помогал скрывать труп Ну и все в таком духе Ему дали 17 лет Навальным дали 19 лет Ребятам, да, дали соратникам Максима Марцинкевича, напомню, да, от 8 до 15 лет колонии строгого режима Также новости из нашего братского, в кавычках, Казахстана Где Такаев, да, издал, как это, закон или приказ о том, что теперь у них запрещено все, что связано с российской милитаристической пропагандой То есть буквы Z, буквы V Все российские патриотические, или как там назвать лучше, да, военно-патриотические объединения Также теперь попадают под определенную статью То ли административную, то ли уголовного кодекса Казахстана Это вот последние новости на сегодня Извиняюсь, говорю, я бы хотел побольше поговорить Столько мне вообще хочется поделиться с вами Но, говорю, вот нужно отрабатывать И, говорю, у меня все ближе-ближе до конец моей отработки Поэтому следите, подписывайтесь на паблик Капо И, ну, я думаю, там, ближайший, там, скриншот или какие-то новости по сериалу Выйдут уже, возможно, сегодня, завтра, ну, в ближайшие дни Так, ну, а на этом, наверное, пока что все Пойду косить дальше траву